МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, ребят! С вами Ани Рейль. И так как у нас наконец-то затизили, что у нас действительно будут СП-герои Элвин и Фрея, а также мы знаем, что в будущем нас также ожидают СП-классы для Сигмы и Хейна, я решила записать для вас это видео, чтобы объяснить, как именно эти герои получаются. Большое спасибо за прекрасные материалы наших китайских товарищей, а именно Тао Ли и авторовики Грессера, чьей работой я собираюсь пользоваться в этом видео. Большая им благодарность. Давайте посмотрим. Во-первых, сразу скажу, что вот этот экран, на котором я остановила сейчас запись, это не обязательно для покупки. К слову, для того, чтобы понять, какие цены в рублях или в вашей валюте, посчитайте очень просто. Один юань – это 10 рублей. То есть здесь по 4 тысячи рублей в среднем. Эти паки дают вам возможность не фармить материалы, которые вам потребуются для того, чтобы проапгрейдить СП-класс. Они необязательны. Если у вас есть всякие джойстики и прочие классные штуки, вам это все не понадобится. Этот донат не нужен. Вообще, в принципе, СП-классы открываются без доната. Но для того, чтобы достать специальный шарт для открытия СП-класса Элвина, нам придется участвовать в том же самом мачо-лотто, в котором мы участвуем или не участвуем, перед тем, как начинается новый большой межмесячный апдейт. Сейчас у нас идет, например, мачо-лотто на бренду. Это лото будет немножко другим. Оно будет проходить в другое время. И, насколько я прямо сейчас понимаю, оно стартует не в этот четверг, а через неделю после него. То есть не за неделю до большого обновления, а через неделю после большого обновления. То есть у нас теперь будет, по сути, два мачо-лотто в месяц. Одно будет, как обычно, со скинчиками, а второе будет вот с этими предметами. Оно будет повторяться. Поэтому если вы в первый же месяц не вытащите специальный шарт на Элвина, ничего страшного, его повторят. Как вы можете заметить, цены здесь абсолютно те же самые, драконовские. И для того, чтобы вытащить нужный СП-шардик, вам вполне может потребоваться потратить 4 тысячи кристаллов. Звучит страшно, да, даже для меня. Но, тем не менее, худший вариант – 4 тысячи кристаллов. И причем без того, чтобы вы получили этот шард, никаким образом нельзя начать квестовую цепочку СП-Элвина. То есть нет шарда – нет СП-Элвина. Нет ручек – нет конфетки. Но как только вы получаете этот шардик, вы переходите в экран персонажа, и у вас появляется специальная кнопочка СП, где вы с помощью этого самого предмета можете открыть дополнительные опции и начать квестовую цепочку. Для того, чтобы не просматривать все видео полностью на эту квестовую цепочку, давайте обратимся к нашему замечательному Вики-Гриссеру. Я не буду вам зачитывать все, обязательно оставлю ссылку в описании, только обращу ваше внимание на самые важные части этих сюжетных квестов. Во-первых, вам потребуется достаточно большое количество джойстиков. Кроме того, что несколько раз вас будут требовать по 40 джойстиков в первой части и потом еще несколько раз во второй, вам еще потребуется прокачать личный меч Элвина до 50 уровня. А для того, чтобы его купить, напомню, нам все еще также нужны 150 джойстиков. То есть примерный объем джойстиков тут достаточно приличный. Если у вас их нет, но вам по зарез хочется Элвина, вот те самые донатные коробки, они будут содержать все необходимые предметы, которые вам нужны для АСП. Большое, кстати, спасибо Пупырынке за предоставленные скриншоты. Вот в таких вот пачках будут все необходимые ключи, которые потребуют с вас квест. Всякие шардики, полумесяцы, звездочки, вообще все-все-все, даже мемри шарды. Кстати, если вы хотите это делать все обычным способом, напомню, что мемри шарды у вас открываются только тогда, когда вы прокачаете любого персонажа, в том числе и Эрку, типа Лестера или Джессики обычной, до шести звезд. Как только вы прокачаете своего первого персонажа до шести звезд, у вас откроется специальный магазин, где вы можете обменивать лишние шарды на вот такие вот мемри шардики. Чем выше рарность персонажа, тем выше курс обмена. Вам потребуются они в том числе, вам потребуются мастери камушки. Вот это все можно будет купить в донат-паках, включая личный меч Элвина, включая две руны, которые нам потребуются, и количество джойстиков, которые нам потребуются. Вообще все. То есть просто если вы не хотите думать, и не хотите заморачиваться над тем, где достать это все счастье, берете, заносите с лонгом, и у вас будет готовая СП Элвин. Единственное, что самого Элвина не выдают, поэтому Элвин у вас хотя бы должен быть. Элвина не купишь. Хотя его можно было покупать в мешках, если у кого-то эти мешки еще остались. Вот. Куча джойстиков. Это из важного, и того, что прям вот с панталыки не достанешь. Его личный меч. Две рунки. Еще из очень важного. Надо будет пройти красного дракона Фафнера 60-го, всего лишь 60-го уровня, с помощью команды, в которой будет Элвин и Хейн. То есть не ими двумя, а просто добавить их в команду. Если вы не очень высокого уровня, что вам стоит сделать? Естественно, прямо сейчас пойти, если вы еще не дочистили, постараться дочистить огненного дракона любой командой, которая только у вас получится, для того, чтобы на тот момент, когда вам нужно будет проходить эту часть квеста, у вас там был Блессинг. Он же Благословение Богини в русской версии. То есть, если у вас есть вот этот бонус, вам придется все равно не свайпать, а проходить вручную, но, к минимуму, у вас будет лечилка, у вас будет бонус ко всем статам 30%. Лучше сделать это сейчас с той командой, которая вам удобна, только на красном драконе, а не на желтом, чтобы потом, когда вам анлокнется этот квест, вы могли легче его пройти, даже не оптимальной командой, если у вас не прокачан хейн, что вполне вероятно, что он у вас не прокачан. Вот эти материалы мы можем получать не только из храмов, но и из воскресных магазинов. Напомню. Или, опять же, заносите с лонгом баксы, и вам все выдается сразу. Дальше, опять же, команда, в которой будет Элвин и Хейн, надо будет зачистить желтого дракона 65 уровня. Все еще не 70, все еще пока все достаточно просто. Обратите внимание и постарайтесь, вот, например, сегодня осилить этого дракона 65 уровня сейчас, чтобы потом у вас было богословение. Потом из квестов нам надо будет соло Элвином зачистить Аники Самсона. Аники Самсон у нас это конница, поэтому, скорее всего, во-первых, вам обязательно, опять же, понадобится, чтобы был блессинг. 70 уровень – это вам не хухры-мухры, это достаточно сложные Аники. Я помню, я их сама проходила, но не то чтобы прям совсем давно. и вам потребуется прям 100% отдать вашему Элвину руны и переключить его в класс Копье и иметь на него шмот на класс Копье, потому что там будут все враги конница. Мечник Элвин, скорее всего, не справится, потому что вам нужно будет, чтобы Элвин был один. Один Элвин. в соло зачистить. Вот здесь могут возникнуть проблемы. Дальше нам потребуется, как я уже сказала, Memory Shard, специальные мастери камни, которые, если вы не защищаете на постоянке древний зов, у вас их нет, и вам придется либо покупать их в воскресном магазине, опять же, либо донатить. И самый последний квест, который анлокнет полностью SP-класс для Элвина, это, используя команду с Элвином и Хейном, то есть не соло их, опять же, с командой, зачистите Сциллу 70 уровня. 70 уровня Сцилла. Это один из самых, кстати, тоже сегодня активных боссов. Один из самых сложных. Для меня он был самым сложным боссом всего контента. 70 уровень особенно гадкий. Поэтому посмотрите гайд мой или чей-нибудь еще, если вам больше нравятся другие гайды на Сциллу. Я его, кстати, проходила, что иронично, как раз командой Элвина и Хейна, но с тех пор вышло уже куда больше приличных персонажей, которыми будет проще его пройти. В общем, опять же, цель та же самая. Вам нужно достать себе блессинг, чтобы когда вы проходили Элвином и Хейном Сциллу снова, потому что вам все равно придется проходить ее снова, у вас хотя бы было плюс 30% ко всем статам, подхилкой и вот это все. Подытожим. Нам нужно будет пройти весьма большое количество всяких разных челленджей с использованием Элвина и его любимой вайфу, простите, конечно, за пропаганду Хейна. И после того, как вы пройдете все две ветки, как вы можете видеть здесь, две закладочки с этими квестами, у вас откроется, сначала у вас откроется специальный класс Элвина с его особенным талантом, а во второй фазе у вас откроются его спецобилки, скиллы, и возможность использовать единорогов, потому что Элвин у вас будет конница, у него будет войска конница, и все будет совершенно замечательно. Итак, чтобы подготовиться заранее, я вам советую зачистить до того, как вы будете зачищать это все с Элвином, зачистить красного дракона 60-го уровня, желтого дракона 65-го уровня, Аники Самсон, конные Аники 70-е, особенно важно, потому что там Элвин должен быть соло, и с Циллу 70-го уровня это будет, наверное, самое-самое сложное, кроме для меня это было самое-самое сложное. Специальный шардик для Элвина больше никак нигде нельзя получить, кроме как получить именно в этом матче Лотто. Ничего страшного, если в первый раз вы его пропустите, потому что это матч у Лотто будут повторять. Так что пропустили первый раз, получите потом. Но вот избежать участия в лотерее не получится. Других способов получения этого шарда пока так на Китае и не было. Для того, чтобы открыть СП-класс для Фреи, с другой стороны, нам тоже потребуется куча джойстиков, тоже потребуется специальными командами зачищать Красного Дракона 60-го, 65-го, зачищать Таймрифт Элитный, зачищать Валькирию 70-го уровня. Но тут очень важно, что шарды и Фреи будут вам выдаваться бесплатно в фарм-ивенте, который стартует скорее всего тоже в следующий четверг. Не в этот, который завтра, а в следующий. Если он вдруг не стартует, не бейте меня, пожалуйста, я не знаю, пока никаких вообще анонсов на эту тему не было. Только злонги выложили свой коротенький ролик о том, что СП все-таки будет и все. Разумно распределяйте ресурсы, особенно если у вас их не сотни тысяч, потому что на Фрею две руны, на Элвина две руны, а потом и руны кончились. И раз уж мы заговорили о СП-классах, у нас ждет не только Элвин и Фрея, но еще и Сигма и Хейн. Давайте заодно посмотрим, что им нужно. Конкретно Сигма и Хейн. Сигма нас ожидает по предсказанию автора Вики Гриссера 11 марта. Хейн нас ожидает 6 мая. То есть до этого еще в принципе жить и жить. Сигма. После того, как он становится СП-классом, он превращается в Ассасина и начинает уничтожать всех в ПВП. Поэтому это очень стоящий класс, и я уже так немножечко подкачиваю Сигму по мере возможностей. Что общего для всех СП-классов? Вам обязательно потребуется выкупить личный предмет этого героя, даже в случае с Фреей, даже в случае с Хейном, то же самое конечно же с Сигмой, прокачать его до 50 уровня. То есть вам нужно будет где-то взять очень много джойстиков. Я бы не сказала, что у меня с этим есть какая-то проблема, потому что у меня джойстиков 2000. Но я играю уже почти два года без перерыва, поэтому для меня это неудивительно. Для тех, кто играет меньше или не так активно задрачивает контент, вполне вероятно, что джойстиков вам может на всех не хватить. Это один вариант. Либо вам придется донатить, это другой вариант, потому что я абсолютно уверена, что материалы мы точно уже знаем для Элвина и для Фреи будут продаваться специальными наборами, типа материалы для Элвина, все, что вам нужно для его СП, материалы для Фреи то же самое. Я думаю, что для Сигмы и Хейна будет абсолютно так же. Здесь тоже каждый раз на СП-класс нужно 2 руны и пройти специальные челленджи, пройти Аники, пройти Синего Дракона, опять Аники, это и те, и те летающие Аники, некоторые главы основного сюжета. Каждый раз, вот прям каждому персонажу нужно 600 Memory Essence, это достаточно прилично. Сердечки Мастери Шарды, Мастери Камушки нужны для специальных классов, обратите внимание, Элвину нужны Конные, то есть это его камни для будущего класса. Фреи нужны камни для Холиков и Сигме, соответственно, нужны камни для Дарков и Ассасинов того самого класса, в которой он морфится и прохождение Феникса 70-го уровня. С Хейном абсолютно то же самое, его личный предмет, две руны, прохождение некоторых челленджей, потратить кучу джойстиков, потратить кучу ключей, ресурсов, прочее, прочее, прочее. 12 сердечек, это, кстати, достаточно много. Сразу советую заранее выбрать, на кого вы именно идете, потому что нужно подготовить приличное количество ресурсов, достаточно дорогих, причем ресурсов, руны там вот просто на дороге не валяются, тем более, если у вас не все основные персонажи прокачаны. и если вы все подготовили, то вас ждет вот такая вот замечательная красивая кнопочка и открывается SP-класс для наших персонажей специальных. в целом, глядя на уже открытую информацию для четырех известных нам SP-класс персонажей, можно сказать, что по сути нам в итоге все равно потребуется, чтобы были пройдены все храмы 70-го уровня, все Аники тоже в районе 70-го уровня самые лучшие, чтобы везде было в голосовении. Точно так же все драконы и главы основного сюжета примерно до 12 элит. Не очень далеко, сейчас, по-моему, текущая глава 16-ая, если мне память не изменяет. Я обязательно своего элвина буду апать в SP-класс, джойстиков у меня на это дело обязательно хватит, рун у меня тоже громадье, здесь хотя бы нет никаких проблем. Единственное, что еще, лишний раз проверьте, каких именно печатей и прочих материалов у вас хватает или не хватает по списку с сайта Вики Грисер, чтобы заранее закупиться ими в гильдбанке, потому что этих предметов все-таки есть некоторый лимит в гильдбанке в неделю. И вам может не хватить прям выкупить все в течение одной недели, а ждать до следующей недели может быть достаточно обломанно. Вот, наверное, это все, что я бы хотела прям придумать на тему того, как можно подготовиться к СП-классам Элвина, Сигмы, ну и там уже побочно Фрейя и Хейна, кстати, да, тоже Фрейя и Хейн, они оба будут выдаваться бесплатно, а Элвин и Сигма будут в мачо лотто. Эти специальные предметы, без которых вы не сможете открыть им СП-класс вообще. Ну а после открытия СП-класса вы можете переключаться между обычным Элвином с его стандартным талантом и СП-элвином сколько вам на душе угодно. Нажатием просто обычной кнопочки вам не потребуется тратить золото или какие-нибудь другие ресурсы на это. Ну, собственно, вот и все. С вами была Аня Рель. Всем удачи, всем по-минимуму потратиться на шарды в этой лотерее. И всем пока-пока. И забыла сказать еще одну очень важную вещь. Для открытия СП-персонажа вам потребуется замакшенное центральное сердечко. Кроме этого предмета, который апает нашего замечательного в данном момент Сигму, еще не забыть замакшить центральное сердце. Все материалы на то, чтобы это сделать, если их у вас нет, также можно будет найти в донатных мешках. Вот теперь на этом точно все. Всем удачи. С вами была Аня Рель. Всем пока-пока.